Здравствуйте! В эфире социальный телепроект, в котором мы подробно рассматриваем проблемы дорожного движения в нашем городском округе. В предыдущие выпуски мы посвящали проблемам дорог в городе, однако есть участки дорог в районе, которые требуют нашего внимания. Все потому, что строительство дорог в районе имеет свои определенные особенности. Большинство трасс и шоссе в нашей стране построено по прежнему государственному стандарту с интервалом капитального ремонта в 12 лет. В подавляющем большинстве случаев строительные компании, которые выигрывают тендеры на строительство, гарантируют определенное состояние дороги на срок, например, 2-3 года и ремонтируют ее за свой счет в случае возникновения проблем в этом временном промежутке. Часто, если покрытие начинает разрушаться уже на следующий год после ввода дороги в эксплуатацию, подрядчик проводит косметический, так называемый, ямочный ремонт, либо срезает верхний слой толщиной 3-5 сантиметров и укладывает новый. То есть латки на дорогах – это просто обязательство по договору, но никак не системное улучшение качества дороги. Многих жителей не покидает ощущение дежавю. Каждую весну ремонтируются или латаются одни и те же участки дорог, а какие-то остаются без внимания, обрастая ямами. И если в городе все более-менее понятно, кто отвечает за прохудившийся участок дороги, то куда обращаться жителям района остается загадкой. Дмитрий Анатольевич, зрители нашей программы уже точно знают, что за депутатом закреплен тот или иной участок в городе. Как дела обстоят в районе? Как узнать, какая деревня к какому депутату относится? Да, вы правы, в районе депутаты точно так же распределены по тому же принципу, что и в городе. То есть примерно от 4,5 тысяч избирателей один депутат. Но в сельской местности, естественно, в силу того, что плотность там населения намного меньше, получается, что депутат отвечает за очень большую площадь. Однако депутаты закреплены за адресами, а не за площадью. И любой избиратель, он может найти свой адрес в перечне домов многоквартирных либо частных на сайте администрации городского округа Егорьевск, где есть раздел Совет депутатов. И посмотреть там, найти себя точно какой-то избирательный округ. А дальше вот, конечно, уже сложнее. То есть если дорога идет через соседние избирательные округа, то это зона ответственности двух депутатов. Однако там надо понимать, что в силу того, что у нас сельское население примерно 20 тысяч, а городское население примерно 80, то, соответственно, в сельской местности всего 5 депутатов. То есть может так получиться, что одна деревня будет распределена между двумя депутатами? Вряд ли. Но вот дорога между двумя деревнями соседними может оказаться, что это два соседних избирательных округа. И как тогда поступать к жителям? Кому обращаться? Напрямую, конечно, к своему депутату. Потому что все депутаты друг друга знают. Междепутатский обмен налажен. Люди минимум встречаются раз в месяц. А если они входят активно в состав постоянных депутатских комиссий, то они еще чаще встречаются. Просто даже созвонятся, спишутся и вместе будут решать этот вопрос. Правильно ли я понимаю, что не имеет значения, какая это дорога, муниципальная или региональная? Муниципальная и региональная – это только вид собственности и вид ответственности. А депутат отвечает за дорожную деятельность. То есть не зависит от того, кто там балансодержатель, кто за ней ухаживает. Решение вопроса, который поставили граждане – это задача депутата. Депутат имеет много рычагов воздействия. Он может как перенаправить это обращение со своей рекомендации, так и созвать консультативные органы или войти в состав участников консультативных органов, которые будут заниматься этим вопросом. Поставить вопрос на сайте депутатов. Почему мы с вами несколько раз говорили о доброделе? Добродел – он должен знать конкретно, кто отвечает за проблему. И в этом его большой плюс по сравнению с обращением в другие органы власти. Потому что органы власти могут просто ответить человеку, что это не моя компетенция, ищи того, кто должен отвечать. А добродел – он должен сразу определить, куда правильно направить это обращение. То есть в работе депутатов похожая система? Похожая система. Депутаты найдут возможность и ответ направить избирателю, и решить проблему. Тот же добродел – тоже в помощь. И тоже мы с вами уже упоминали в одной из предыдущих программ, что в городском округе Егорьевск сейчас зарегистрировано более 50 тысяч единиц автотранспорта. То есть мы понимаем, что большинство нашего населения автомобилизировано. Даже если у них нету своих автомобилей, они пользуются общественным транспортом. И в связи с этим вопрос дорог, он очень актуален. И он без преувеличения волнует каждого. И вот сейчас как раз есть уникальная возможность – это предложить свои замечания, решения, вопросы в программу партии «Единая Россия». Это новое явление в общественной жизни, когда партия собирает предложения граждан перед своей федеральной избирательной компанией. Называется этот проект «Народная программа «Единая Россия». Он доступен как на сайте, так и в общественных приемных депутатах. Если вы не дружите с гаджетами, вы просто можете зайти к депутату, заполнить такой бланк, и депутат это все примет в работу, передаст наверх, и это имеет шанс попасть в программу. А программа – это рабочий документ для тех, кто содержит эти дороги. С тем, куда обращаться, разобрались. Однако, прежде чем сетовать на неровное покрытие, стоит свериться с планом ремонта дорог в нашем городском округе. Да, такой есть. На официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в разделе «Деятельность» есть программа ремонта всех дорог на 2021 год. Там можно ознакомиться с адресным перечнем участков ремонта, а также найти текстовые документы с перечнем участков ремонта автомобильных дорог в муниципальных образованиях. Мы решили проверить, как в реальности обстоят дела с выполнением планов по ремонту дорог. Для этого выбираем пару любых участков и отправляемся на место. Это улица Октябрьская в поселке Шувое, указанная в плане. Как мы видим, дорожное полотно заменено полностью, осталось лишь нанести разметку на искусственные неровности. И готово. А это деревня Сурово, также указанная в списке. Тут ремонт на стадии снятия покрытия дорожного полотна. Однако ни техники, ни материалы для его завершения не наблюдается. Итак, как мы видим, многое из списка уже сделано, но на календаре август, а значит, подходящих по температуре дней осталось не так много для выполнения обещанного. Если вашей дороги нет в этом списке, а самостоятельно разобраться, за каким депутатом закреплен интересующий вас участок, не получается, то самым простым решением будет оставить заявку на портале Добродел. Там ваше обращение будет перенаправлено в ответственный за участок орган и точно не останется без внимания. С вами была программа про дороги и я ее ведущая Ксения Тимофеева. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!